Плотность жилой застройки проверят в Восточно-Казахстанской области. Архитектурная комиссия проинспектирует большие стройки, изучит расстояние между многоэтажками. В Усть-Каменогорске, по словам независимых экспертов, высотки возводят недопустимо близко друг к другу, вопреки строительным нормам и правилам. В ряде населенных пунктов региона они и вовсе отсутствуют, как и генеральные планы строительства. Вячеслав Витлугин продолжит тему. Расстояние от стены коммерческого объекта до жилого дома не больше 10 метров. И так сегодня застраивают центральную часть Усть-Каменогорска. Все потому, что генеральный план застройки региона устарел на 10 лет, а то и больше. А в ряде населенных пунктов он и вовсе отсутствует. Отчасти и поэтому строят сегодня так хаотично. В самом Усть-Каменогорске генеральный план обновили сразу на 16 лет вперед. Проектировщики предусмотрели возведение почти 3000 квадратных метров жилплощади в черте города. Преимущественно высоток. Однако с их размещением явно поторопились. Независимые архитектурные эксперты демонстрируют минусы точечной застройки, так называемого уплотнения жилых микрорайонов. Например, эта строящаяся многоэтажка почти подпирает здание, что поблизости. Высота здания в данном случае 7 этажей, это должно быть 20% от жилой застройки. Расстояние между соседними зданиями должно быть не менее 35 метров. Расстояние должно быть. Это с учетом инсоляции и с учетом санитарных норм. Магистр в сфере строительства Айжан Айтказина объясняет, по санитарным нормам на каждого жильца должно приходиться не меньше 4 квадратных метров зеленой площади. Если проще, то дворовой территории. Здесь же с учетом этажности развернется борьба как за парковки, так и за место в песочнице. Детские площадки пока негде разместить. Если строится жилое здание, поблизости должны быть общественные здания. Это детсад, школа, магазины, именно которые обслуживают данную территорию. Строительство жилых и социальных объектов неупорядочено в 192 населенных пунктах и 4 городах области, где генеральные планы серьезно устарели. У нас сейчас будет принят новый законопроект, где предусматривается выделение земельных участков в городах через региональную геоинформационную систему, то есть через наш геопортал. И то есть для выделения участков требуется обновленный генеральный план, чтобы не было накладок и так далее, дальнейших проблем при выделении земли. В Усть-Каменогорске же, где к строителям и архитекторам, отступающим от генерального плана и к практикующим, недопустимо плотную застройку, применяют штрафные санкции. Об этом заявляют первые руководители региона. Вновь построенные здания, конечно, уже с высокой плотностью застройки не поменяешь, но в будущем мы заставили, обязаны понудить их тому, чтобы этого беспорядка не было. Соответствующим образом, должны быть подготовлены административные меры наказания лиц, допускающих нарушение генерального плана. Кстати, и неблагоприятные метеоусловия. В Усть-Каменогорске экологи тоже связывают с хаотичной городской застройкой. Якобы улицы не проветриваются. Вопросов к составителям генплана пока больше, чем конкретных ответов. Вячеслав Ветлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Хабар-24.